Ну, Сидорович, давай что ли руки пожмём, да? Запрец, что ли? В общем, друзья, нахожусь я сейчас на карте Калинок. Карта вышла недавно, буквально неделю назад. Карта в русском стиле. На карте две фермы, то есть это коуп-карта. Я сейчас нахожусь на первой ферме, на которой, возможно, будет наш товарищ. Но, как говорится, будет видно. Вот такая она, первая ферма. Даже здесь и старая, да? Огородики, собственно говоря. Владелец Олег. Олег Никитин, владелец. Ну и, в общем, собственно говоря, давайте взглянем, посмотрим, взглянем на карту. Карта, собственно говоря, небольшая, если вот так посмотреть на икс. Ну, как небольшая, 4 икс. У нас есть купленный участок, который... 0,94 гектара. Вот. И нет полей. Начал я на легком уровне сложности для обзора. В общем, вы видите, что поля средние, то есть и небольшие, и немаленькие. Хотя, вот тут вот есть маленькие поля. Поля, 1 гектар вообще есть, да? Там 0,63 гектара. Это самое маленькое поле, 0,30 гектар. Вот. Ну, а так, в основном, 6 гектар, 3 гектара, 8, 5, 1, 6... Ну, вот такие вот они поля. 11 гектар самое, кажется, большое поле на этой карте. В общем, поля здесь, как вы видите, немаленькие и небольшие. Также на карте присутствует производство, в общем... Песка. А что? Папка, да? А, пасека, песка. Пасека. У нас здесь также есть пасека. И стоит она... Давайте взглянем. 12 тысяч. Да ладно. Просто смешные деньги для нас. Так. Пайс хоть пишет, пишет. 12 тысяч стоит пасека. Ивановская пекарня. Вот она. В лесу где-то, да? Пекарня находится где-то в лесу. Газелька, да? Стоит. Так, газелька стоит. Да. За хлебом, да, приехала газелька? Внимание, есть на территорию только по пропускам. Также, видите, у нас рядом здесь есть магазин. Где мы, собственно говоря, будем технику нашу покупать. Вот такой магазин. Естественно, тут стоят экспонаты. Кейсы вот такие вот. Магнум. Два магнума. И дольц. Также селка Хорш. И кейсовская... Кейсовские движетки. Экспонаты. Запчасти от остального делера. Так, ну и давайте посмотрим, что у нас по начальной технике. А по начальной технике у нас, значит, идет МТЗ. Вот такой вот. 12-21. Далее. Далее. Вот такая вот. Дисковая барана. По названию, видите, да? АБД. Прецепт ПТС. Ну и вот наша, собственно говоря, ферма. Наша ферма находится рядом с магазином. Если вот так вот посмотреть. Вот наша ферма. Деревянный забор. Нет, продавательный не будем. Вот он, магазин. Продукты. Также на карте присутствует русский трафик. Что, собственно говоря, не хватает на некоторых таких вот русских картах. Вот. Автобус ходит. Ну и, естественно, русские современные тракты, да? Лада. Нива. Вот, собственно говоря. Пешеходы. Остановка. Ну, деревня, друзья. Реальная деревня Калина. Живут. Что творит? Так. Здесь у нас теплички. А огородики мы можем, друзья, вообще покупать? Это мы сейчас где находимся? Огородики мы, скорее всего, не можем покупать. Да, огородики мы не можем покупать. Печально, конечно. А вот хоть вот эту ферму мы сможем купить? Странно, но вот эту ферму мы почему-то купить не сможем. Вот этот участок можем, а этот... Транно. Ну, я думаю, это пофиксит. Это в следующих обновлениях. У меня уже тут были надежды, что... Мы будем тут вдвоём играть с товарищами. Но я так думаю... Ну, имею в виду на двух разных фермах. Но, скорее всего, мои планы все разрушились, да? Хотя, вот, в принципе, я думаю, что можно, в принципе, чтобы эта ферма функционировала чисто, чтобы была как бригада, да? Как база. Это не открывается. Может, можно как-то купить? А, может, из-за того, что у нас... Куплена ферма, мы не можем купить? Ну, я это проверю, друзья. Я это потом проверю, если что. В общем, у нас по ферме есть коровник вот такой вот. Далее. Гараж с курятником. Вот здесь наши курицы. Вот гараж. Свет можем включить? Включить свет. Да, свет, друзья, включается. Супер. Так, в дом мы зайти, я так полагаю, не можем. Да, в дом зайти не можем. Так, ну, вот, в принципе, вот наша ферма. А, здесь же у нас ещё и бочка, друзья. Бочка. А здесь наш элеватор. Так, здесь у нас есть две теплицы, такие маленькие. Так, ну и давайте, что ли, пора бежимся по производствам. Пасека. Пасеку мы с вами уже видели на 12 тысяч. Дальше. Дальше. Калиновский мясокомбинат. Здесь сюда мы можем привозить, сюда мы привозим свиней, да? 425 тысяч евро. Да, конечно. Нехило прям так. Так, далее. Молочная фабрика. Туда молоко, да? Молочная фабрика. Вот она, молочная фабрика. Так, дальше. Производство дров. 14 тысяч, да? У меня аж здесь ППС упал до 30 тысяч. На производстве дров. Так, дальше у нас что? Зерновая мельница, вот, кстати. Сколько она стоит? Зерновая мельница 185 тысяч. Ну, это цена, так скажем, не дешевая, не дешевая она стоит. Вот так она это все выглядит. Так, а это что? Рядом. Зерновой элеватор. Ага, то есть сюда мы можем привозить наш урожай, да? На хранение. Отлично. Друзья, мне эта карта уже начинает нравиться. Вот только я не могу понять, почему. Я не могу покупать вот этот участок. Надо будет просить. Проверить, точнее, надо будет. продать свою ферму и проверить, покупается ли тот участок или нет. Так, дальше. Компания Фрут Лайм. Фрут Лайм. Фрут Тан. Компания Фрут Лайм. Фрут Лайм. Фрут Тан. Тьфу. Она стоит 500 тысяч. Ну 490. 1000 евро. Пол миллиона на секунду. Пол миллиона. Фрут Лайм. Компания. гляньте зона отгрузки продукции показалось ему здание как-то висит в воздухе на секунду целая друзья компания вот так она выглядит так производство друг с вами посмотрели сахарный завод стоимость 625 тысяч да она конечно не силы и тут сахарный завод мне уже начинается нравится карта начинает нравится карта так дальше компания агропродукт вот она собственно компания агропродукт стоит 362 тысячи так что у нас еще есть лесопилка лесопил а лесопилка у нас давайте посетим конечно тут в лесу да ппс очень плохо в лесу на моей даже та 3060 так сколько стоит 48 тысяч фабрика палет так фабрика палет а лесопилка сколько стоит на нее нельзя купить лесопилка 138 тысяч ага а вот это фабрика палет и плотницкая да как именно из-за деревьев я думаю что проблема такая так вот она плотницкая 410 тысяч да ну мы с вами убедились что цены конечно кусаются а кстати еще масло экстракционный завод он стоит 220 тысяч ну друзья пока станок от дорогих заводов у меня компания агропродукт да там 620 чем-то 620 тысяч смотрели так теперь давайте посмотрим мы какие новые культуры культуры у нас новые добавили значит так это все дефолт рожь люцерна клевер и морковь собственно говоря вот эти новые культуры у нас с вами добавились по точкам продажи у нас зерновая мельница а зерновая мельница зерновой элеватор то есть две точки продажи да ну на пшеницу конечно да две точки продажи такой себе на зерновые так канула масло экстракционный завод зерновой элеватор зерновой элеватор компания футлайн оливки вообще не принимаются подсолнух масло экстракционный завод компания агропродукт картофель так ну это понятно давайте я хотел бы глянуть на сколько стоит морковь морковь 358 рожь прожитиков на магазин продукт стреку ууууууууууууууя дрова даже есть клетч秀 да ладно батонов 13 кукурузный хлеб ржаной хлеб сметана евы кукурузное масло молоко в упаковке да ладно Друзья, песня. Это же не карта, а песня. Единственное, что мне нужно узнать, это насчёт оптимизации и почему у меня не хочет покупаться вот этот участок. Так как мы здесь планировали играть Коупом. Раскрою вам немножко карты. Мы планировали здесь играть Коупом. Так, ну хорошо, давайте проедемся. Проедемся на МТЗ. Даже не знаю, куда поехать. Ну давайте сюда поедем. Проедемся по карте. Остановка ещё одна. Конечно, поля здесь... Извиняюсь. Поля здесь, конечно, немаленькие. Камень. А ну-ка, я бы хотел, друзья, трафик быстренько отключить. Погодите, дорожное движение выкал. И сделать фоточку. Ну что ж, без фотки нельзя. Да. Так, поехали Посмотрим, что у нас там ещё есть В принципе, друзья, карта хорошая, неплохая Кстати, там даже ещё самолёты летают, блять Забыл поменять, что здесь даже самолёты есть Карта, друзья, действительно неплохая, на хороших Но всё равно есть некоторые здесь баги Такие вот, не критичные, но есть Идаревич оказывает прицепчин Например, что-то здесь невидимое, да? А, ну вот, в принципе Да, короче, друзья, я узнаю Попробую сейчас продать твою ферму Вот, и купить вот эту Но это уже будет до кадра Туалет Вот, просто если оно купится Тогда, друзья, тут будем играть в коупер Если нет, будем дальше искать какую-то карту для коупер Или же будем все на одной ферме Посмотрим Как оно будет Кстати, шлагбаум Там у нас чего? Там у нас Окей, а это у нас Навоз Коровий навоз Так, хорошо Ну что ж, друзья, я буду, наверное, на этом уже заканчивать Вот Встретимся с вами на следующих обзорах Ибо же в следующей серии, возможно Вот тут вот Сейчас рядом с Сидоровичем сяду Посижу Здорово, Сидорович Давно тебя не видел Давно не виделись Так, это открывается Нет О, генератор можно взять Так, ну ладно Не будем сильно ломать его имущество На этом мы с вами, друзья, прощаться Встретимся с вами В следующих видео На следующих сериях Обзорах карт Всем удачи И всем Что-то здесь было Нет Я же видел здесь что-то А, с этой машиной Я думал, можно Вот такие, как на Владимировке Подбирать На этом все, друзья Всем огромное спасибо за внимание Всем удачи И всем пока До новых встреч